Если Лукашенко согласится уйти, кто его заменит? Не знаю, там женщины, которые сейчас выступают, но явно найдутся люди, которые достойно смогут встать на это место. А Колесникова, Мария Колесникова? Это вот я бы более реальная она, чтобы не была связана с Кремлем. А сын Коля? Ну это несерьезно, вы сами понимаете, что заданный вопрос несерьезен. Тихановская, выбор народа? Пусть бы он остался. А вообще Лукашенко как руководитель, я считаю, неплохой для республики своей, для страны. Поэтому я желаю ему остаться. Тихановская, она же выиграла выборы. А почему нет? Почему нет? Я думаю, никто. Нет тех людей, чтобы кто-то дал что-то. Все меняют власть, все ругают власть. Ну дайте сами что-нибудь. Я думаю, он и все. Кто-то из оппозиционеров, по всей видимости. Мне кажется, что для Лукашенко самое приемлемое, и для России, наверное, тоже баба Рика. Он выглядит как более типичный политик по всей жизни. Я считаю, что он. Если говорить, например, о его сыне младшем. Он слишком мал, во-первых. Во-вторых, тесно взаимосвязан для народа с Лукашенко. Я думаю, это неприемлемо будет. Только Лукашенко. Почему? Не знаю, мне к нему больше доверия. А Тихановская? Нет. Почему? Категорически. Ну, говорят, что за нее проголосовали большинство. Продала страну. Страну продала. Так себя не ведут. Честные выборы должны быть. Политзаключенные. Кто там сидит, тот и может оппозиция. Вы имеете в виду Тихановского, Бабарыка или Цепкала? Именно этих троих, кто-нибудь из них. А если вдруг предположить, что Коля? Коля? 15-летний сынок Коля? Нет, конечно.